Добрый день, дорогие друзья! Друзья, в прошлых выпусках вы отправляли нам сообщение рассказать о депрессии. Сегодня мы пригласили специалиста немного поведать о ней, так что если у вас есть вопросы по этой теме, смело звоните нам в студию, задавайте их. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире. Наш телефон прежний 32 00 66 32 11 66. И у нас, конечно же, работает WhatsApp номер, я напомню его цифры, плюс 7 411 232 00 66. Звоните, задавайте свои вопросы, сегодня мы говорим о депрессии. А по оценкам Всемирной организации здравоохранения, бремя депрессии и других нарушений психического здоровья растет в глобальных масштабах. Депрессия распространена во всем мире, от нее страдает более 300 миллионов человек. О том, что это такое, почему депрессия возникает и как ее избежать, мы поговорим с врачом-психиатром Якутского республиканского психоневрологического диспансера Светланой Романцовой. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Я не случайно в самом начале использовала фразу «болеют депрессии», ведь депрессия – это действительно болезнь. И оправдали ли то, что она, вот это недомогание, с ней нельзя справиться без помощи специалистов? Действительно, депрессия – это болезнь, которая характеризуется стойким снижением настроения, двигательной заторможенностью и ангидонией. Это то есть, когда человек не может испытывать удовольствие от жизни, получать удовольствие. Поэтому, на самом деле, смотря от того, какая степень депрессии, ну то есть, если это легкая депрессия, то человек может самостоятельно выйти из нее, ну то есть, при помощи каких-либо дополнительных методов, да, там, например, улучшение режима дня, там, восполнение дефицитов витаминов, минералов. Но если это средне-тяжелая депрессия, то, конечно, ее нужно лечить с помощью специалиста. А многие путают депрессию с плохим настроением. Вот как можно отличить ее, депрессию, да, от обычной неудовлетворенностью жизнью? Ну как можно отличить? Например, если нас действительно что-то не удовлетворяет жизни, у нас имеется плохое настроение, мы как-то все не очень хорошо чувствуем, но если это просто плохое настроение, тогда, когда мы, получается, когда что-то в жизни меняется, то есть, мы разрешаем этот конфликт, там, на работе, дома или еще где-то, да. В общем, изменения жизни, они благоприятно скажутся на нашем настроении, оно улучшится сразу же, да. Что нельзя сказать о депрессии, потому что депрессия – это все-таки заболевание, и это не просто плохое настроение, это дополнительно еще симптомы, да, поэтому это совсем разные вещи, на самом деле. То есть, если даже будут какие-то радостные моменты в жизни, это не повлияет на улучшение состояния при депрессии? Да, да, то есть, она сразу, человек не излечится, так скажем, да. А каким образом вы определяете вот это депрессия, а это не депрессия? Ну, потому что есть определенные критерии, да, по международной классификации болезней, и есть основные и дополнительные признаки. Вот основные признаки депрессии – это длительно сниженное настроение, более двух недель, да, а потом это двигательная заторможенность, это отсутствие удовольствия от жизни, да, когда человеку ничего не нравится, его ничего не радует, он угнетен, да, постоянно. Ну, это вот почти весь день такое состояние, да, у человека. Это основные. Есть еще дополнительные симптомы, это, например, такие, как снижение внимания, снижение памяти, ухудшение аппетита или, наоборот, какой-то чрезмерно повышенный аппетит, нарушение сна. Да, это чувство виновности, то есть в чем-то, что я там какой-то плохой работник, я плохой там муж, жена или еще кто-то, да. А также есть вот ощущение такой никчемности, снижение самооценки, ну, то есть человек думает, что он хуже всех. Вот такие вот симптомы. Самокопанием занимается, да? Да, но вот, что он какой-то самый плохой почему-то, по каким-то причинам непонятным, то есть там нет даже никаких вот внешних факторов для этого, но человек себя так ощущает, ну, и сует стальной мысли. Ага, а все-таки причины в чем кроются? Причина на самом деле, депрессия – это мультифакторная болезнь, то есть там нет определенных какой-то одной причины, нельзя сказать. Есть самая распространенная гипотеза возникновения депрессии, это моноаминовая теория, она гласит о том, что в нашем головном мозге есть нейромедиаторы. Это такие вещества, которые помощники по передаче сигналов нервных клеток, ну, то есть от клетки к клетке они передают там информацию. Это серотонин, дофамин, нарадреналин. Это который нас интересует в плане депрессии, да? И, в общем, эта гипотеза говорит о том, что вот эти вот нейромедиаторы, они почему-то начинают, перестают… Плохо работать, да? Да, они плохо работают, они выходят из строя по каким-то причинам, и их становится мало в пространстве головного мозга, и тогда человек начинает ощущать депрессивную симптоматику. Поэтому отсюда вытекает вывод того, почему помогают антидепрессанты. Они как раз-таки влияют на повышение концентрации этих нейромедиаторов, то есть они начинают их задерживать в межклеточном пространстве, и человек чувствует себя хорошо. Но помимо этой теории, на самом деле, не всегда же антидепрессанты помогают, например. Иногда бывает, что человек принимает, но почему-то не помогает. Потому что ещё бывают гормональные нарушения, которые тоже приводят к депрессии. Генетическая предрасположенность у депрессии есть, но она не так выражена, как при других расстройствах психических. То есть я могу иметь идеальную генетику, но у меня может развиться депрессия. То есть у каждого человека риск возникновения депрессии около 30% за всю жизнь. Вот неважно, какая у меня генетика на самом деле. И что ещё? Ну и стресс. Стресс запускает, может запускать депрессию. Потому что считается, что вообще первый эпизод депрессии в 70% случаев, есть такие исследования, был запущен именно какими-то сильными стрессовыми воздействиями. Есть такое исследование. А вот люди с каким типом личности более склонны впадать в депрессию? Вы сказали, что генетика как бы малый процент. А вот каким человеку нужно быть? Опять-таки генетика есть, там есть определённые гены. Но всё же считается, что предрасположенность депрессии есть у людей с меланхоличным типом характера. Меланхолики — это люди, которые очень эмоционально воспринимают какие-то вещи, какие-то новости, изменения, обстановки, например. Они могут быть очень плаксивы, очень чувствительны. Это чаще всего люди каких-то творческих профессий. И для них резкая смена обстановки или какие-то события, они очень тяжело переносятся. Также ещё есть люди сами по себе гипотемные, так скажем. Они так и называются, или депрессивный тип характера. То есть люди, например, у всех людей характер нормальный, так скажем. Они себя хорошо чувствуют, у них настроение в норме. А вот у депрессивного типа личности, оно у них всё время чуть снижено. И это для них норма. Вот это чуть сниженное настроение. Они такие бывают часто пессимисты, часто видят какие-то там плохие стороны в жизни. Но они по жизни такие. Вот всю жизнь такие были. И есть ещё люди, которые очень пунктуальные, очень такие, знаете... Педанты. Да, у них всё по полочкам. Они все такие очень там правильные и работают. Они всегда вот как надо, как сказали, так всё и выполняют, исполнительные очень. И бывает, что вот такие люди тоже, если что-то происходит, внезапное изменение там, да, они, ну, бывает, очень дезадаптируются, выходят из строя. То есть это их прям может очень сильно там вывести. Ну, из строя, так скажем, да. Из-за какие-то депрессивные вещи. Вот вы говорили про антидепрессанты. Всегда ли нужно принимать их во время депрессии? Для лечения депрессии? Чем лечить вообще депрессию? Их не всегда нужно принимать, потому что, опять-таки, есть, например, лёгкая степень депрессии. Вообще при лёгкой степени депрессии можно обойтись без антидепрессантов. Как это сделать? Это обычно с помощью занятий с психологом или психотерапевтом, восстановление режима отдыха и работы, восполнение там дефицитов, витаминов и микроэлементов, да, вообще проверить вообще состояние своего организма, там, начать принимать дополнительные какие-то витамины, например, да, ну, исполнять эти дефициты, так скажем, сбалансированное питание обязательно. Ну, в общем, такие вспомогательные вещи, и из лёгкой депрессии, в принципе, можно выйти. Завести себе хобби, может быть, да, заняться спортом. Да, заняться спортом тоже, да, ну, вот такие вот рекомендации можно попробовать, да, и понаблюдать, будет ли лучше человеку, например. Если нет, то, конечно, да, тогда уже нужно прибегнуть там к антидепрессантам. Но, опять-таки, при, например, средней и тяжёлой степени депрессии, там уже обычно без антидепрессантов не обойтись. То есть там уже желательно назначить, потому что даже при лёгкой степени депрессии человек чувствует себя достаточно угнетённым. Ну, то есть он испытывает мучения такие моральные, психологические. И даже при лёгкой иногда людям бывает сложно, ну, вот с психологом там работать, да, а при средней, тяжёлой, там, ну, прям сильные такие переживания, желательно лекарства. А как долго вот принимать антидепрессанты? Вообще считается, что антидепрессанты принимают от полугода. Почему? Потому что депрессия вообще в целом сама, оно такое фазное заболевание, и оно вообще не длится всю жизнь. Ну, то есть фаза депрессии, она там до 8 месяцев обычно. И раньше, когда не было антидепрессантов, её просто переживали как бы, да, в этих страданиях, в мучениях, ну, каким-то образом терпели это всё. Потом это всё проходило. Да, если не заканчивалось суицидом, это всё проходило. Да, проходило и становилось лучше. И, по сути, ну, антидепрессанты принимают таким же образом, ну, вот около 8 месяцев там максимум, да, а потом потихонечку начинают снижать дозировку и смотреть, как человек себя чувствует. Если всё хорошо, их полностью убирают. А нет ли привыкания? Вообще, ну, такой интересный вопрос, потому что вот действительно у антидепрессантов есть синдром отмены. И часто из-за этого люди говорят, что есть зависимость у антидепрессантов. Ну, то есть я привыкну к ним, и всё, без них не смогу. Но зависимость всё-таки химическая, да, если так подумать, химическая зависимость – это вот такая неспособность, ну, вот это же вот такое сильное желание употреблять это вещество, да, это сужение круга интересов, это вот зацикливание на употреблении вещества. И плюс синдром отмены. То есть нельзя сказать, что только из-за синдрома отмены нельзя сказать, что от антидепрессантов развивается зависимость, потому что там есть ещё другие симптомы зависимости. Зависимости нету, но симптомы отмены есть. Поэтому резко отменять антидепрессанты нельзя, не рекомендуется, потому что могут быть какие-то проявления такие, да. А как тогда поступить в этой ситуации? Медленно отменять их, снижать дозировку, ну, медленно под наблюдением врача-психиатра. Вот так делают. Так, очень часто депрессию сопровождают злоботребление алкоголем. Человек не знает, как расслабиться, приходит домой, выпил вина, завтра снова выпил, и через какое-то время он уже не может без этого обойтись. Почему алкоголь так хорошо, скажем так, ложится на депрессию? Да, это вот на самом деле алкоголь при депрессии – это вообще опасная печь, потому что многие находят какой-то выход в алкоголе. Почему? Потому что алкоголь, вообще разовое употребление алкоголя вызывает внезапный выброс нейромедиаторов. Организм выбрасывает, человек чувствует себя хорошо, повышается настроение, расслабление, снижение напряжения у человека, ему хорошо. Но если это повторять каждый день, получается, наши запасы вообще нейромедиаторов, они же истощаются. И в итоге потом человек заваливается в ещё большую депрессию, потому что этанол в целом, он обладает депрессогенным эффектом, он вызывает депрессии. Поэтому вообще никак не рекомендуем алкоголь во время депрессии. И многие учёные вообще считают, ну есть такое понятие, что на самом деле алкогольная зависимость – следствие депрессии. Человек заболел депрессией и начал злоупотреблять алкоголем. Это одна сторона говорит. Другая сторона говорит, что человек начал пить и заболел депрессией. И вот тут вот очень такой замкнутый круг бывает. А две стороны одной медали. А я ещё слышала такое, что если человек уже принимает антидепрессанты, то есть он лечится от депрессии, то в этом случае ему ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. Даже вот в минимальных дозах, на праздниках, там крайне редко. Потому что лекарство начинает взаимодействовать с алкоголем, начинает усиливать, во-первых, действие этанула само по себе, и действие препаратов тоже может тогда очень сильно меняться. Ну то есть, например, человек там выпил бокал вина вместе с нашим лекарством. Он может очень сильно опьянеть от этого, например. Либо там плохо себя почувствовать, вплоть до отравления. Ну вот это вот несовместимые вещи вообще нельзя так делать. А вообще с депрессией у кого можно лечиться? Вот вы психиатр, да? Обязательно ли с депрессией приходите в психиатрию? Или это можно как-то обойтись, скажем так, помягче и обратиться к психологу? Есть какая-нибудь разница? Да, но обычно люди начинают чувствовать себя плохо, идут к терапевту, терапевт начинает их обследовать. Обычно, если это депрессия, ничего не находит, и отправляют к психиатру. А психиатр уже смотрит, например, степень выраженности депрессии, назначает свои рекомендации, либо лечение. Иногда, если человек только начал себя плохо чувствовать, какое-то сниженное настроение длительно уже, ничего не радует, иногда люди идут к психологам. И психолог, ну хороший психолог, он примерно понимает, что у человека действительно есть какое-то расстройство, и тогда он советует ему идти к психотерапевту, например, или к психиатру, прям проконсультироваться, там настоятельно рекомендует. И человек может вот от психолога пойти к психиатру, ну по рекомендации. Вот так тоже можно, на самом деле. Тут разница ещё и в том, что психолог не может назначить антидепрессанты. Не может, конечно. Он может только предположить какое-то расстройство и сказать, ну вот сходите, пожалуйста, подтвердите, или опровергните мои предположения. Хорошо, я вас поняла. Вот вы говорили, Светлана, про гормональные причины возникновения депрессии. И я сразу вспомнила про понятие послеродовая депрессия. Что такое это? Почему возникает это? Да, послеродовая депрессия – это как раз-таки про гормональные нарушения. Почему, например, у женщин больше депрессии? Чаще возникает депрессия, считается, чем у мужчин. Потому что женщины в определённые периоды жизни испытывают вот эти резкие перепады гормональные. То есть это, например, после родов, это постменопауза, предменопауза. Вот эти вещи, когда начинают скакать гормоны. И как раз-таки из-за этого скачка гормонов происходит резкое изменение эмоционального фона вообще женщины. И это может привести к депрессивным расстройствам. Поэтому это происходит послеродовой депрессии. Потому что там тоже же резкий скачок гормонов. А тут ещё у женщины новая роль вообще. Ей там нужно сокращать сон свой. Ей нужно вставать к ребёнку, ей постоянно за ним ухаживать. Это стресс. Да, и вообще какие-то ресурсы свои затрачивать очень много. И тогда получается, да. То есть тут и стресс, и гормональная, и усталость вообще накопившаяся у женщины. Это приводит к послеродовым депрессиям. И считается, что где-то у 15% женщин вообще есть такие проявления послеродовой депрессии. А вот эта вот послеродовая депрессия, она может пройти сама? Вообще да. Ещё, знаете, есть такое понятие транзиторная послеродовая депрессия. Она вообще первые 2-3 дня возникает у женщин послеродов. Прямо сразу же. Сниженное настроение, плаксивость, упадок сил. Вот такое есть у некоторых женщин. И оно самостоятельно проходит, когда гормоны восстанавливаются. По сути, может, конечно, но не всегда. Иногда ухудшается. Иногда требует лечения. А можно ли как-то помочь члену семьи, близкому человеку, если он заметил, что у родного такое состояние, он погружен в себя, он идёмный? Как можно помочь? Ну, я думаю, первое, это поговорить со своим близким человеком. Сказать, что там, знаешь, я вижу, что с тобой что-то происходит. Мы можем об этом поговорить. Давай я, может быть, чем-то помогу тебе, подскажу что-то. Ну, вообще, я волнуюсь за тебя, например. И если там действительно выясняется, что человек плохо себя чувствует, тогда можно его поддержать тем, чтобы сходить вместе к врачу, например, или поискать врача, записаться на приём. Как ещё можно поддержать тем, что там заботиться о человеке, снизить какую-то нагрузку домашнюю, например, или что-то на себя пока взять, пока человек не очень функционален, например. Ну, вот в этом плане больше поддержки, конечно. Ещё вот такой вопрос. Почему сложно и стыдно принять тот факт, что у тебя депрессия? Потому что стигматизация. Ну, вот это вот навешивание ярлыков, особенно это в психиатрии очень развито, да, что если у меня психическое расстройство, я псих. Ибо некоторые пациенты на приёме так говорят, я что, псих? У меня что, вот всё? Я всё, я псих? Ну, вот они, правда, действительно почему-то так считают. Вот. И это не только вот стигматизация общества, это самостигматизация тоже. И это же вообще, ну, не только с депрессией, вообще любая болезнь для человека – это стресс. Потому что я вот пять минут назад ещё был здоров, а сейчас вы мне говорите, что у меня какое-то расстройство там, да, или заболевание. И то есть мне надо, получается, адаптироваться к себе с этим заболеванием. К новой ситуации, да. Это стрессовая такая вещь. А ещё если это психическое расстройство, то тем более, да. Как с этим жить? Так, лечиться. Ну, как обычно. Ну, естественно, принимать лекарства, соблюдать рекомендации врача. И в целом, если лекарство хорошо справляется, например, да, то жить хорошей своей жизнью обычной. Ага, друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что вы можете звонить нам в студию и задавать вопросы психиатру. Сегодня мы говорим о депрессии. У нас работает ещё ватсап-номер. Если вы не можете позвонить, то отправляйте свои вопросы на наш ватсап-номер плюс семь четыреста одиннадцать два три два ноль ноль шесть шесть. Я напомню, что мы говорим. Добрый день, дорогие друзья. Программа «Якутск сегодня» продолжает свою работу. И мы продолжаем говорить о депрессии. Вместе со мной в студии Светлана Романцова, врач-психиатр якутского республиканского психоневрологического диспансера. Друзья, мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний 32 00 66 32 11 66. И у нас работает ватсап-номер плюс семь четыреста одиннадцать два три два ноль ноль шесть шесть. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Светлана, а существует ли такое понятие профилактики депрессии? Как такового на самом деле профилактики депрессии нет. Но на самом деле, если подумать логически, то мы могли бы укреплять защитные какие-то барьеры организма, чтобы, например, следить за питанием, чтобы оно было сбалансированным, чтобы все витамины и микроэлементы поступали, не ограничивать себя в каком-то определенном виде пищи, например, а ежедневно проверять анализы крови, сдавать на какие-то там... Опять-таки, недостаток витамина Д часто у нас бывает. Вот на него сдавать, на витамины группы В. Что ещё? Занятия спортом, да? Потому что это правда, эндорфины вот эти вот выделяются. А что ещё можно? Вот такая профилактическая работа есть, в принципе. Ну, это такие общие вещи, да? И сон, естественно, регулярный. Вот. У нас поступил один ватсап-вопрос. Вопрос, какие существуют фразы, которые не поддерживают человека, а наоборот усугубляют. То есть что можно... То есть не стоит говорить, да? Человеку, у которого депрессия. Да. Ну, не стоит обесценивать. Не стоит говорить, что... Да какая у тебя депрессия? Да как у тебя может быть депрессия? Да у тебя же всё есть. Соберись. Соберись, да, соберись. Или... Да у тебя же вот деньги, дом, всё есть. Ну, как у тебя может быть депрессия? Ну, какая депрессия? Или ещё, знаете, старшее поколение любит говорить... Ну, например, женщины, которые там... Послеродовая депрессия, говорят... А у нас было три ребёнка, у нас памперсов не было, у нас ещё чего-то не было. Как ты можешь уставать там, да? Или как тебе может быть плохо? Что ещё? Ну, вот родители, например, подростков часто могут говорить... Да, она притворяется, шантажирует. Ну, хватит уже, да, хватит манипулировать, хватит мне тут всё. Ну, вот такое вот прям обесценивание такое. То есть человек имеет право на свои чувства и эмоции, и ни в коем случае не нужно обесценивать. А какие слова, наоборот, тогда стоит подобрать? Желательно говорить о том, что там я вижу, что тебе плохо, мне очень жаль там. Как я могу тебе помочь? Что мне сделать, чтобы тебе стало чуть лучше? Давай я там, хочешь, займусь поиском психолога, я не знаю, что мне сделать, чтобы тебе стало чуть лучше, например? Ну, предлагать что-то, да, помощь какую-то. Не обесценивать, либо просто посидеть с человеком, да? Либо молча, либо выслушать, да? Да, молча посидеть, выслушать, сказать, да, я вижу, что тебе плохо, правда. Я очень хочу, чтобы тебе стало легче, или как тебя можно поддержать сейчас? Ну, вот такие вещи, не обесценивать, не говорить. То есть, в принципе, на самом деле, простые вещи, но главное человека поддержать, потому что отсутствие поддержки, она же может стимулировать, да, депрессию? Не то, чтобы стимулировать, но вот обесценивание точно будет стимулировать, потому что человек начнёт закрываться, думает, что, правда, с ним всё нормально, это там всё хорошо, а при этом ему нехорошо, и вот он, бедный, будет метаться между этими двумя состояниями. Отсутствие поддержки, ну, наверное, тоже, да. Да, конечно, поддержка, она играет роль при выздоровлении от депрессии. Я вот вначале говорила о том, что депрессией страдает около 300 миллионов людей в мире. А помните Анну Каренину в сцене, в позе, к концу книги, когда Анна смотрит на пассажиров в её купе, все они ей кажутся ужасными, глупыми, неинтересными, серыми людьми. Это вообще у неё тоже был симптом депрессии? Явно у неё были какие-то депрессивные симптоматики, у неё была. Не факт, что это была депрессия, потому что там были определённые жизненные обстоятельства у неё. У неё был стресс достаточно большой для неё, потому что это в то время для общества, вот эта измена, потом беременность от другого человека. Ну это правда же было. Тогда это очень порицалось обществом. И она считала, что это вообще безвыходная ситуация для неё, что вообще нерешаемая никаким образом. То есть там и муж отказался, да, и любовник там, кажется, тоже отказался. И вот она вот в этой безвыходной ситуации. И на самом деле вот этот эпизод, там, где она смотрит и видит, что люди какие-то бездушные, это, скорее всего, про вот эту суицидальную готовность. Она же суицид в итоге совершила. И то есть я думаю, что это, может быть, реакция на стресс была какая-то. Не совсем депрессия? Да, это депрессивная реакция была на ситуацию, потому что она считала, что она неразрешима, и что только так можно решить. Вопросы. А я вот ещё не зря спросила про Анну Каренину, да, и про 300 миллионов людей в мире. Вот есть какая-нибудь, может быть, тенденция, да, что раньше, допустим, депрессией страдало меньшее количество людей, чем сейчас? Есть. То, что вот у нас как бы вот и технологии, я не знаю, что-то ещё. Вообще, да, считается, что депрессия выходит прямо на первое место по числу там заболеваний, которые, ну, вот по больничным листкам, ну, что вот чаще всего это. Ну, она ещё не вышла, но выходит вот прямо на первые места какие-то по заболеваемости, да. Потому что депрессия – это же не только просто, ну, вот заболевания психической, да, психики. Это ещё и ведёт за собой там расстройство желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, да, но оно вот за собой тянет другие болезни на самом деле. И почему это происходит? Ну, наверное, из-за того, что наш мир становится такой очень быстрый. Ты должен быстро думать, быстро действовать. Да, ты должен конкурировать, да, ты должен вот всего, у тебя куча информации каждый день поступает, ты её должен обрабатывать, должен что-то с ней делать, и всё время держаться на плаву, не дай бог ты там расслабишься, всё. И вот этот быстрый темп, он, скорее всего, влияет на нас. То есть, и получается, с каждым годом у нас вот количество заболеваний? Да, скорее всего, будет больше. Я ещё читала статью, автор которой предполагает, что в странах, где много солнца, меньше депрессии, и наоборот. Вот вы неоднократно говорили про витамин D, да? Вот вы с этим согласны или нет? Я не думаю, что только это влияет, но солнце, безусловно, влияет, но витамин D влияет, потому что витамин D участвует в образовании серотонина, вот этого главного нейромедиатора при депрессии, да? И действительно, при недостатке или дефиците витамина D, там могут быть депрессивные симптоматики. И то есть, если человеку восполнить дефицит, он сразу же чувствует себя лучше, ну, прям ощутимо лучше. И в этом есть правда, да. То есть, получается, те люди, которые живут, скажем так, на Сицилии, они более жизнерадостные и солнечные, меньше подвержены депрессии, чем те, которые живут в Исландии? Вот это не могу сказать, на самом деле. Или есть ли прям такая сильная корреляция в этом? Потому что там у них другие стрессы могут быть, не только витамин GD, там же ещё причины есть, в принципе. Но в целом, да, вот желательно поддерживать этот вот дефицит. У них просто по витамину D всё хорошо, да, но мы не знаем с другим, да. А с другим что-то? С юдом, может быть, да? Может быть. А есть ещё мнение, что депрессия может начаться из-за сбитых биоритмов. Вот, например, человек много работает, поздно ложится, поздно встаёт, и вот, значит, он будет больше подвержен депрессии, чем тот, у кого будет всё по режиму. Вот как вы думаете об этом? Ну да, полноценный сон важен для психики, потому что если мы плохо спим, наша психика начинает плохо работать вообще. В целом чувствовать упадок сил человек будет. И вообще во время сна вырабатывается мелатонин, гормон сна, да. А сон очень важен для нашей психики. И поэтому, если действительно у нас сна не хватает, человек будет чувствовать этот упадок сил. Ну, хотя, знаете, вот вообще психические расстройства, они же в целом начинаются с нарушения сна. Ну, то есть, там есть такая корреляция, что если я буду мало спать, это может привести к каким-то расстройствам психическим, в том числе к депрессии. А вот те люди, у которых профессия такая вот сменная? Ну, опять-таки, это тоже не очень хорошо, на самом деле, сменные профессии. Они там и вот гормональную систему нарушают, мелатонин этот бедный нарушает. Вот. Но там всё-таки человек потом высыпается же. Это не очень хорошо для организма, правда. Но всё-таки там не прям такой дефицит. Они всё равно спят же потом. Восполняют, да? Ага. А вот ещё такой вопрос. Насколько сложно диагностировать профессию? И часто ли депрессию путают с другими заболеваниями, например, шизофрения, что-то ещё? Ну, так, чтобы прям путать депрессию, шизофрения, чаще всего бывает как? Так. Иногда наши психические расстройства, такой полиморфизм называется, они меняются. Ну, то есть, например, человек наблюдался с депрессией 5 лет, а потом, с течением 5 лет, внезапно у него добавились новые симптоматики, например, какая-то. И оказалось, что это была совсем не депрессия, а просто вот такой предболезненный период в виде депрессивного расстройства. И ему могут поставить шизофрению, например. Ну, то есть у него вот эта симптоматика, она разворачивается, так скажем, вот как цветок, она прям расцветает. И вот вытекает в какое-то вообще другое заболевание. Но так, чтобы депрессию могут путать с соматическими расстройствами. По типу там, у человека может болеть желудок. Он может ходить по врачам, бедный свой желудок исследовать, как только можно, а ничего нет. Всё хорошо с желудком, везде, по всем фронтам всё хорошо, а желудок болит. И тогда его отправляют в психиатру, ему назначают антидепрессанты, и он внезапно проходит. Живот уже больше не болит, да? Да, то есть это соматизированные депрессии, которые вот таким образом... Психосоматика, да? А вот если, допустим, диагноз поставлен неверно, и человек принимает не те препараты, ему станет хуже. Ну да, естественно. Во-первых, потому что он не лечит основной механизм заболевания, да? И тогда, получается, он просто так их принимает. И, конечно, ему будет не очень хорошо. Болезнь-то будет дальше двигаться, а он, получается, совсем другие лекарства пьёт. Однажды я смотрела фильм про женщину с диагнозом депрессия. Она лежит уже 20 лет в кровати, кормит её через зонт, сама она ничего не ест. Такое вот состояние при депрессии возможно, или там, скорее всего, неправильная диагностика? Возможно. Но это кино. Это обычно бывает при вот прям тяжёлых степенях депрессии, да, когда пациента уже госпитализируют, потому что он уже самостоятельно не может там, например, функционировать, жить один. Его госпитализируют в больницу. И вот как раз-таки на вот этих тяжёлых, при тяжёлых каких-то депрессиях люди, правда, у них нету сил встать с кровати. Они не едят, почти не едят. Они не хотят есть, у них нет аппетита. Они стремительно теряют в весе. У них может быть вот эта двигательная заторможенность до такой степени заторможенность, что они хотят умереть, у них обычно есть суицидальные мысли, но они не могут. Они не могут себя убить даже вот до такой степени. Ослабленность физическая, да? Да, вот эта заторможенность двигательная. Они прям не могут себе, ну вообще ничего не могут, даже встать. А вот вы же говорили, что депрессия, она, в принципе, где-то от полугода до восьми месяцев длится, а тут 20 лет. Вот, вот 20 лет, да. Вот тут меня тоже, этот срок меня смутил. Это что-то как-то очень много. Всё-таки это кино. Да. Будем тогда так считать. Скорее всего, да. Хорошо. Следующий вопрос. В лечении депрессии важна медикаментозная терапия или, может быть, что-то ещё? Что ещё может помочь? Медикаментозная терапия. Можно попробовать занятия с психологом. Желательно это всё совмещать. Психолог плюс психотерапия. Антидепрессанты. Фармакотерапия, да, антидепрессанты. Также есть какие-то дополнительные, на самом деле, методы лечения. Но они как физио по типу, да? Я их так больше понимаю. Это, например, транскраниальная магнитная стимуляция. Есть такие аппараты, которые стимулируют головной мозг. Да, они вот, ну, катушка устанавливается на голову человеку, и там разряды определённые идут. Это как ЭКГ, да? ЭКГ, точнее. Да, ЭКГ, только вот она вот здесь находится и даёт разряды. И человек чувствует такое, ну, немножечко такие удары. И это такие более современные методы. У нас такой есть аппарат, мы его применяли одно время. Сейчас он просто на ремонте, поэтому не применяем. Также есть там светотерапия, например, да? Ну, в целом, это в основном ещё вот соблюдение режима дня, там вот активность двигательная. Арт-терапия, наверное, ещё, да? Арт-терапия тоже, да. Ну, вот такие вещи. Друзья, у нас осталось немного времени, поэтому вы можете ещё задать вопросы психиатру. Мы говорим, я напомню, о депрессии. Наш телефон в студии 32-006-6-32-11-66. И у нас работает WhatsApp номер плюс 7-411-2-3-2-0-0-6-6. Светлана, расскажите, вот, ну, пока мы вдруг поступят вопросы. Ага, у нас поступил вопрос. Сейчас я его быстро зачитаю. Если человек с депрессией обращался в психдиспансер, ставят ли его на учёт? Если ставят, то на какой срок? Не обязательно его ставят на учёт. Возможно, это будет консультативная группа. Но если это, например, тяжёлая степень депрессии, да, с суицидальными мыслями, с суицидальными попытками в прошлом какими-то, да, его могут поставить на диспансерный учёт. И это определённое время. Ну, там, я думаю, что там, может, год сначала, да, смотрят вообще, как человек там себя чувствует, есть ли у него рецидивы, например, да. Потом при помощи врачебной комиссии его снимают, например. На самом деле, вот этот срок учёта, да, устанавливает комиссия врачебная. Но чаще всего, если это просто обращение, там, средняя, лёгкая депрессия, не обязательно ставят на диспансерный учёт. Ну, наверное, всё-таки это беспокоит слушателя нашего или телезрителя. А вообще, как много у нас в Якутске страдающих депрессий на данный момент, например, во сколько пациентов? Вот не могу сказать, но это достаточно распространённое. Это же самое распространённое заболевание среди психических расстройств. Их много достаточно. Ну, то есть чаще всего это депрессии, тревожные расстройства, да. Количество, не скажу, ну, вот около 10-15% точно всех больных – это вот депрессия обычно. Вот так вот. Достаточно много. А кто подвержен больше? Вот мужчина, женщина, возраст какой? Обычно это женщины. Обычно после 25, ну, после 20 вот такой возраст, да. Считается, что, например, если у человека депрессия начинается в более раннем возрасте, то там можно заподозрить уже, например, биполярное эффективное расстройство. Вот они чаще всего начинаются чуть раньше депрессии, а всё-таки 25 лет. Считается, что где-то с 25, и потом следующий пик на 65 лет приходится, и выше. Это уже вот старческие депрессии. Гормональные возрастные. Но это, да, вот это вот уже больше с возрастом им свойственны вот эти депрессии. А симптомы вот в 25 лет и в 60 лет, они разные или одинаковые? В принципе, в 65 лет чем отличается, наверное, причинами больше. Потому что там наступает кризис, люди начинают больше болеть, хуже себя чувствовать, а дополнительные вот эти хронические заболевания присоединяются. И вообще пожилые люди начинают чувствовать вот это одиночество, что там дети выросли, и им как будто нечем заняться, и они никому не нужны. И часто вот у них бывает развивается депрессия, и даже вот суициды достаточно часто бывают у таких пациентов. Вот часто вы говорите «суицид, суицид», но у меня такие стереотипы «суицид и подростки». Вот как часто таких вот ситуаций возникает у нас в городе, в вашей практике? Слава богу, завершённых суицидов их не очень много. Чаще всего это всё-таки парасуицид, то есть попытки суицидальные, да. Их, да, их достаточно много. Ну, то есть если в год у нас приходится 5-7 суицидов, да, то на один суицид около 200 суицидальных попыток. Вот, но их достаточно, правда, много бывает. Но суицид не обязательно связан с подростками, то есть взрослые люди, они тоже могут быть подвешены при депрессиях тех же самых, да. Всё-таки у подростков суицидальные попытки, они обязательно связаны с депрессией, то есть там больше каких-то там жизненных, да, социальных каких-то причин. Любовь, школа, буллинг, родители, да. Да, семья, да. Не обязательно это психическое расстройство. А именно социальные какие-то явления, которые повлияли, да, на их вытрашивание. Чаще всего, да, такое бывает. Девочек больше, наверное, да? Да, девочек больше. Попыток больше завершают девочки. Завершённого суицида чаще у мальчиков больше. Это печальная статистика, да. Спасибо вам, Светлана, огромное за интересный и полезный разговор. Я думаю, что наши телезрители и радиослушатели подчеркнули для себя важное. Берегите себя. Всем здоровья и всем успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова